Физкульт привет, друзья! Сегодня у нас снова Стефан будет нас учить, обучать, просвещать, как необходимо грамотно тренироваться с точки зрения науки. В прошлых роликах мы вам рассказали очень много интересного, и для меня оно интересное, и про креатин, и про то, как развивать гиперплазию миофибрил в гликолитических волокнах. Обязательно посмотрите эту часть, ссылочку на нее я оставлю в описании к ролику. А сегодня, друзья, мы поговорим, наконец-то, о том, как увеличивать количество миофибрил в окислительных мышечных волокнах. Ведь из прошлых лекций, благодаря Стефану мы узнали, что в нашем организме примерно 50 на 50 волокон гликолитических и окислительных. И если мы будем тренировать только гликолитические, мы и себя будем обкрадывать, правильно я понимаю, в плане прогресса, в плане результатов. Это детали в том, что если берем люди, любого человека, обычно 50% это окислительный, 50% окислительный. Ну, если ты работаешь только с большими лесами, это означает, что направление идет в быстрый мышечный волокон. Означает, что окислительные не тренируются, но не так хорошо. А эта методика изотон, которую профессор Виктор Николаевич создал, И это помогает именно сделать внимание на окислительный мышечный волокон. И сегодня вы узнаете, как это тренировать. Мы знаем, друзья, что есть 4 фактора. Они важны не только для гликолитических мышечных волокон, но они важны и для окислительных. Быстренько напомним эти 4 фактора. Это аминокислоты, это гормоны, это свободный креатин и оптимальное количество ионов водорода. Не мало, не много, а столько, сколько нужно. Потому что если будет мало, мы не дадим тренированность нашим волоконам. Если будет чрезмерное количество, мы как бы придем к противоположному. Мы не будем тренироваться, а будем как бы растрелироваться наоборот. И о том, как понимать это все, мы вам и рассказываем, поэтому делимся. Поэтому Стефан приходит. Огромное ему спасибо человеческое. Человек очень занят. Он профессор. Он преподает в американском Кайзер-Университете. Его знают и любят в России. Он работал с Виктором Николаевичем. Недавно был в Москве по приглашению, кстати, лаборатории Виктора Николаевича с 12-часовой лекции. Вы это уже знаете, я вам это уже не раз говорил. И сегодня и вы, и я узнаем, как увеличивать количество мифибрил в окислительных волокнах. Другими словами, как делать наши мышцы еще больше. Толго, товарищи. Что мы должны знать. Мышцы, они примерно похожи. Но затем разница, что в окислительной количество мифтохондрий побольше. Если у нас есть большее количество мифтохондрий в окислительных волокнах, это означает, что мы могли тренировать однако. Это Силуенов как задумал уже 20 лет назад и начал уже физиологию бьёхними изучать. И сказал, вот, так нельзя. А если люди поставили маленькие лесами, они сделают 50 повторений. И еще не получают результат, который они хотят. А почему? Потому что если мы запомним, мы даже на первой лекции сказали, мы любое упражнение тратим сначала АТФ примерно 2-3 секунды. А потом... Очень быстро. Очень быстро. Одно повторение и все. Даже если работаем с маленьким весом, да? Даже с маленьким. Все упражнения начинаются с АТФ. Но зачем АТФ тратится? Идет АТФ-клеотинфосфат. Это означает еще 10-15 секунд, зависит от упражнения. После этого идет чего? Аэробный гликолиз. Гликолиз? Анаэрозный? В гликолитическом идет анаэробный гликолиза. А уже в окислительных мышц идет анаэробный гликолиза, потому что очень много количества мифтохондрий. И тогда, получается, человек может делать 50 повторений, и высшие мышцы мало закисляются. А это означает, что это 4 фактора, которые, Егор, просто запомню вас, не получаются. А четвертый фактор закисления, оптимальное закисление, не получается, не достигнут. А как мы должны делать так? Мы должны сделать так, чтобы наши мышцы работают без кислорода. Ограничить поступление кислорода. А как это сделать, если он посмотрел, если он идет в интернете, найдет. Есть метод, который называется КААЦУ. КААЦУ, это было в Японии. Они поставили это в турнике, дали давление, и мышцы начали работать без кислорода, потому что крови не выжили. Ограничились. 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 Да. А отсюда я вам сказал, вот, они, я не хочу сказать, но как вы сказали, они тупые, не знаю, не знаю. Не буду вас, говорят, японцев. Ну, кто понимает, они просто не понимают, что турникет не надо. Надо же делать, чтобы мышцы не расслабляются. Это означает, что если я делал в грудь, не до конца, и не суда, потому что это момент, который уходит, мало напряжения идет. Если мало напряжения, кровь уходит. Уходит, и кровь прибыль. Она подогащается новым кислородам. Да. То есть нужно обеспечить амплитуду, сами тяжелые участки. Да, именно этот секретный айзотом. И теперь, если уже посмотрели, уже в новое исследование, они начали называть это на английском в литературе «partial range of motion». Это означает половина движения, примерно так. Ограничение движения. Почему? Если сделать ограничение напряжения, движение мышцы все время под нагрузкой. Если мышцы под нагрузкой, это уже тоже в физиологии больше 30% от максимума. Это достаточно, чтобы окклюзия идет, и кровь не приходит в эти мышцы. Это означает, что мышцы начинают работать без кислорода. И получится как раз таки, что даже несмотря на то, что много метафоний, закисление будет идти и будут выделяться илогами. Да. И это дальше, дальше. В 2005 году, это я первый начал работать с изотоном, я сделал с лендерами. Уже взяли спортсмена в Бразилии. В Бразилии вы все знаете футбол. Это ты уже делал. Это я уже сделал. И футбол с наш Сокер. Конечно. Это очень известный. Там много команд. Сил Янов тоже понравился. Сокер сказал, сделаем. Я хотел тренировать. Я борец. Я хотел тренироваться с силовыми броженными. Все. Забудем про борцы. Берем. Футбол. Потому что там очень много людей. Все. Понимаю, что футбол в Бразилии. Я сказал, окей, сделаем. И что сделали? Сделали несколько подходов. И разделили на две группы. Одна группа была динамика. Это означает, что они приседали, сделали, но до конца. В полной амплитуде. В полной амплитуде. И группа, кстати, динамика была только наполовину. Но все тоже сами весы, что мы сделали. Они были от 15 до 16 лет. Это означает, что они молодые. Мы сделали половину от его веса. Если человек вес, допустим, 80 кг, 40 кг на спине. Это немного. Да? А вы думаете, окей, если человек спортсмен, футбол, даже 16 лет. Он весит 80 кг. Минимум, который он мог делать один повторил, это его вес. Они больше делают. Это означает, что половина работал меньше 50%. То есть интенсивность упражнения должна быть 50% от максимума от максимума. Я купил прибор. Это называется Akutrain Sport. Это очень известный прибор. Это мощный. Что он измеряет? И он измеряет анализ лакитата. А анализ лакитата, на самом деле, лакитата неплохой лакитат. Но лакитат сделает корреляцию с ионов водородом. Чем выше его водорода, тем выше лакитат. И каждый подвод, в который мы сделаем изотон, и лакитат рос, рос, рос. И просто чтобы вы поняли, если я не знаю, вы и знаете, когда мы в покое, если сейчас смеряем примерно 0,8 мм на литр, это концентрация лакитата в покое. Аэробный порог – это примерно 2 мм на литр. Это уже называется аэробный порог. Почти в 2 раза больше, да? Да. Анаэробный порог – это сначала гликолитический, лучше начали работу – это уже 4 мм на литр. Еще в 2 раза больше. Да. Знаешь, сколько получилось? Это такими маленькими весами у моих студентов, которые есть в русском. Сколько? Да, 15 мм на литр. Половина его веса. Вес очень маленький, но затем с изотоном, с использованием изотона. Но затем мы сделали, мы сделали 5 супер серий с 3 каждой, 15 подходов. Сделали 15 подходов для изотона. Это не очень большие веса. И для тех, кто качается, тоже так? Это означает, что мы могли достиг до этого объема, но постепенно, конечно. Потому что я следование хотел провести. И затем получил приз. Это единственный иностранец, который получил молодой ученый. Это дат и сертификат в России вербовки. Очень большой университет. Круто. Да, да, да. С именением Силуянов. Силуянов был твоим научным руководителем? Был руководителем, дал мне меня. Я сделал в Бразилии все это с левенами. Но я сокращил, но это сделал и очень близко к первым местам. Поэтому зотом работает. И можно доказать легко. Просто прибор, который измеряет лакетап, и сделает маленький вес, и сделает той же силы мощность. Но сделает мощность по золотонам с амплитудами меньше. И тогда означает, что не аэровная гликоза, а аэровная гликоза даже не отнесли. Метаходрии они не могут. Да, да. То есть нам нужно исключить из работы гликолитические. Для этого мы интенсивность упражнения делаем от 30 до 50 процентов от вашего разового максимума. Ограничиваем обязательно амплитуду движения, чтобы не исключить, а затруднить выход крови из работающей мышцы. Какова должна быть скорость движения? Скорость не очень важна, но затем мы хотим, чтобы было очень быстро. То есть в отличие от гликоритического все-таки чуть-чуть медики, да? Да, конечно. По медикам, да. А когда мы работаем на гликолитических, на густых, мы хотим сделать густые сокращения, потому что вес будет большой, изменять им не сможешь. Не сможешь просто сделать. Потому что 80 процентов, 90 процентов, он просто идет. Если надо возбудить, это центральная левая система. Жду, сигнал идет, пошел и мышец сократил. А уже когда она окислит, она не очень. И это хорошо, да? Если мы будем делать медленнее, мы быстрее достигнем окисления. Да, и получается меньше повторений, мышец окислает. Меньше нужно будет находиться под нагрузкой, да? А какое время нужно находиться под нагрузкой или все-таки ориентироваться на шею? Это самый лучший момент, когда мышец начинает болеть. Начинает. Останавливаешься или нужно еще поработать? Как он сказал, еще два повторения должны сделать. Для окислительного тоже? Да. Нет, просто это уже не сначала с закислением мышц, но с трех миллиардов. Да, для комомов больше. Мы тоже хотим для окислительного. И для окислительного и для окислительного здесь одинаково, да? Это однако-то должно быть. Сделал отказ, и еще люди, либо тренер, либо партнер помогают и еще делаем два повторения. Это очень важно. А теперь, что касается рабочего подхода. Если в гликалитических у нас это один рабочий подход, и мы отдыхаем потом до 5 минут, то получается гликалитическим. Окей, окей. А в окислительных, значит, нужно один рабочий подход, он состоит из трех мини-селей, да? Да. Почему? Потому что, запомни, окислители у них немного миофибрии. И митохондрии. Очень много митохондрии. Если иметь много митохондрии, означает, что мышцы восстанавливаются быстро. Поэтому 30 секунд, 45 максимум, и сразу новый подход. То есть 30-40 секунд поработал, 30-40 секунд отдохнул, 30-40 секунд поработал, 30-40 секунд отдохнул, и еще раз поработал 30-40 секунд. И вот это считается один подход для рабочих. Да, такая супер серия. Супер серия. Сделал один супер серий. Обычно 30 на 30, чтобы было легче у тебя все. 30 работал, 30 отдох, 30 работал, 30 отдох, 30 отдох. Это означает, что он не будет достигать до 3. Будет очень много запчисления. Это будет сложно. Это означает, что вес был очень большой для начала. Это как определение. Просто смотри, вот вышло недавно видео от лаборатории Виктора Николаевича, сейчас его уже нет. И смотри, как они рассказали, как нужно тренироваться. Ты как считаешь, это правильно или нет? Вот это супер серия из трех подходов. Они там конкретно показали, что нужно. Взяли просто приседания для обычного неделированного человека. Без штанги, без ничего. В ограниченной амплитуде. Да. И они прям четко сказали. Я это точно помню. Первый подход. Ты садишься. Почувствовал, что жжение. И ты должен 5 секунд перетерпеть. Уже в первом. Во втором нужно увеличить после того, как ты почувствовал жжение. А в третьем чуть ли не на 15 секунд. То есть немножечко получается и сраз. Да. Различие. Да. Просто как они объясняли. Это, как я сказал. Если ты сделала. Потому что когда я сказал. До отказа плюс 2. Если ты сделала это на самом первом. Ты не сможешь. А что ты с тобой не сможешь? Ты не сможешь. Если ты не чувствуешь закрепление, то ты знаешь, что ты можешь. И еще больше. Тогда все. Тридцать секунд примерно сделаем. Пауз сделаем. Новый подход. Пауз сделаем. Новый подход. Пауз сделаем. Самой главы не было. Чтобы было закрепление, но не очень сильно в первых под голову, а не этот суперсерий. Потому что это не третий. Только последний все-таки. Последний все-таки. А не максимально. Это очень важно. Это очень важно. Можно достиг все трио, но затем… Дальше получится, нужно будет отдыхать. Нет. Я знаю, потому что я использую этот спортзмен. Если начинается до отказа заружив на первом, на третьем он не будет 30 секунд, а просто 20 секунд будет держаться. Он не хочет сделать все 30 секунд. Потому что на английском будет очень сильно. Тогда должны быть дропсекеры. Но мы не хотим сделать дропсекеры, потому что вес уже не очень хорошо. Без смысла потерять время. Не надо. Хорошо. Мы сделали вот эту суперсерию. Да. Сколько нужно подождать времени, чтобы приступить еще раз? Примерно то же самое, как у Леволитика. От 2 до 5? Да. От 2 до 5. Но затем заполнить другим группам мышц. Это мы сейчас не говорим об этом. Мы говорим именно о отдыхе. Если тренируем ноги, то в следующий раз, когда я хочу сделать еще одну эту суперсерию, нужно 2-5 минут отдохнуть. Ну а что делать? Мы можем квадрицепс, а потом медицепс-литров. А потом да. Но мы говорим именно только вот сейчас про квадрицепс. Время для восстановления 2-5 минут. Хорошо. Сколько таких суперсерий на одну мышечную группу? Можно много. Много? Можно. А как понять? Вот это ж много, мало это такие относительные понятия. Вот человек мне скажет, Егор, ты мне скажи конкретно, сколько мне сделать, чтобы я сделал необходимую работу, но чтобы не переработал. Ага. 5-7 суперсерий от 3-х каждой. Ну вот в 3-х каждой. Например, как эксперимент, который я сделал. 18 подходов. 18-7. Но по 30 секунд каждой. Это получается 5. 5 кругов. Гругов. 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 5 из 3-х. 5 из 3-х. То есть, чтобы вы понимали, 1 это из 3-х подходиков. Да. 1-3 суперсерий. Это 3 суперсерий. Вот таких 5. И 2-2-5 минут отдыха между каждой и на одну мышечную группу. Но вы можете, как и в гиполитических, тренировать другие. Но опять-таки, не грудь и трицепс, не спина. И бицепс. Да. Надо грудь и бицепс. Спина и трицепс. Либо плечи и разные углы. Ноги. Передняя и задняя часть. Потому что вы знаете, когда мы делаем грудь, у нас все равно работает трицепс. Когда мы делаем спину, хотите или не хотите, бицепс получает нагрузку. Это очень важный момент. Иначе вы просто будете перезапискаться. Будет страдать мышцами. И что? Это не очень страшно, если человек не в спортсмене. Потому что он может, но затем будет болеть. Может, мышцы будут болеть. И, конечно, на следующий день он будет тоже чувствовать. Конечно, я это чувствую. Но это приятно. Да. Приятно, потому что вы уже привык. Да. Если человек, как я сказал, врать или адвокат, люди, которые не хотят чувствовать очень много боли. Поэтому надо как начинать. Ну да. Это, конечно. В прошлый раз, когда мы говорили о гликолитических волоконах, вы рассказали о креативной его важности, именно как добавке. И о послетренировочном питании. Что лучше всего сразу после тренировки это быстрые углеводы плюс аминокислоты. То же самое. 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 Если мышцы хотят гипертрофию сделать, то то же самое. Все четыре фактора. Но уже запомни, что окислительные, они очень важны. Поэтому я хотел бы сказать, какие направления должны сделать. Именно для фитнеса. Именно для самочувствия. Для здоровья. Изотомы. Я говорю, это лючевая. Потому что вес уже поменьше. Меньше сейчас люди травмировались. И получается то, на активность, которую они делают каждый день, они могут использовать эту мышцу побольше. Потому что они тренируются только с большими весами. Тогда мышцы идут на лестнице туда-сюда. Они будут уставать. А если мы тренируемся по золотому, эти мышцы не устают. Это означает, что человек вряд ли. Катя, любимый, все помогают. Но мы сейчас говорим о тех, кто хочет быть большим. Больше тогда. Третья лекция будет попозже. И я хочу предложить, что в следующий раз, когда я приду, мне сделать на практику, я сделаю, чтобы идти тренировать. Показывать. Твой тренер будет работать. Тогда уже можно. Это уже более сложно. Но как сделать связь между гликолитическим и окислительным в одной же тренировке. Это дальше супер. Да. Поэтому, друзья, если вы хотите развить тот же бицепс и будете тренировать только гликолитические мышечные волокна, вы будете проигрывать тому, кто будет тренировать и гликолитические, и окислительные. Или наоборот, если вы будете тренировать только окислительные, вы тоже будете проигрывать тому, кто тренирует ого типа этих мышечных волокна. А тогда такой вопрос. И пауэрлифтер, и тот, кто занимается тяжелой атлетикой, он тоже от таких тренировок должен получать результат. Да, потому что запомни, что количество, объем, который мы делаем, и зависит, это закон рекрутирования. Все мышцы, если ты на мать, один повтор, они все помогают. Это означает, если ты работаешь только, как его тяжелое атлетик, только один-два повторения, только гликолитические направления идут. А кислитно-детриблюзия не немного, но если ты добавишь еще раз, он будет помогать все эти мышцы, чтобы растут, чтобы были сильными. То есть, как я понял, даже если твоя задача, это не большие мышцы, а поднять максимальное количество. Веса на одно повторение. Когда мы это делаем, включаются в работу все мышцы, но гликолитические работают по максимуму, они тренируются. А окислительные, они помогают, но они при этом не тренируются. То есть, все мышцы, тренируются? И за то, что они не получают закисление, и за то, что оно глитохондик. Я к чему хочу сказать, что если вы будете, будучи тяжелоатлетом или глифтером, тренировать окислительные мышцы, то они вам все равно будут давать процент силы. Да, помогают, конечно. Не только так, когда я сделаю общий объем, когда ты хочешь работать на еда, есть несколько фазов, которые работают на четыре повторения, например, даже на шесть повторений. Это очень помогает. Поэтому окислители тоже важны. И для восстановления тоже важно, и для гормонов тоже важно. Тем более, что тяжелые атлетики, которые работают с Олимпийскими, у нас много спортсменов, которые усадят, антидопинг, они все так говорят, что гормоны нельзя поднимать, и тогда помогают. И это натуральный способ, чтобы у этой мышцы растить. Тоже помогает. Хорошо. Вот, друзья, мы с вами узнали, как тренировать, как увеличивать мясо в гликолитических волокнах, узнали, как увеличивать мясо в окислительных волокнах. И я хочу тебя спросить, пользуясь случаем, ведь есть еще промежуточные мышцы волокнах, а можно ли их тренировать? Они будут тренироваться не то или и другое, если примерно, как мы сказали, есть промежуточные, конечно. Но они будут, чуть кусочки будут как в энергетическом и в окислительных волокнах. А нету целенаправленной работы на промежуточных волокнах? Это для них не надо, для них не надо. Это примерно все четко разделения на гликолитических окислительных волокнах. Другие они будут тренировать. Спасибо большое, Стефан. Друзья, обязательно пишите ваши вопросы, потому что это будет помогать нам с Стефаном понимать, о чем вы хотите, чтобы вы снимали следующие ролики. И не пропустите, потому что вы узнали только, как тренировать гликолитические и окислительные волокна, именно миофибрилы. А еще вас ждет, как тренировать митохондрий, увеличивать рост хондрий. Да, это третья лекция. Но скажи еще тогда такой вопрос сразу. Ведь если будет увеличиваться количество митохондрий, мышцы зоны будут больше. Они могут быть большими, но затем есть какие-то конкуренции, чтобы конкуренция не была между тренировками. Поэтому направленно, как выделять четко для спорта, но это точно на следующей лекции, чтобы было. И конечно, если я сделаю сразу вопрос к спорту, это будет хорошо. А, я сделаю какой-то спорт, а как я могу допустить миофибрил и сделать, чтобы бегал или сприт, или пауэрлефт? Ну, в основном, конечно, всех интересует именно с точки зрения телостроительства. Но, очень многие люди, ты прав, совмещают бодибилдинг и бокс, борьбу. Я вот играю в хоккей, мне интересно тоже, как увеличить генотственность. Обо всем об этом будем говорить и будем снимать практику, да? Да, и практику уже четвертый лекция. Так что, друзья, оставайтесь на канале, будет очень много интересного. Спасибо. И вот, сейчас, не забудьте посмотреть, у меня есть сайт Павел Пашкин, мой друг, мы 20 лет друзья. Это fitzsambl.ru, fitzsambl.ru. Fitzsambl.ru, это русский проект? Да, русский сайт, там у нас много статей, там на русском. На русском, да. Поставку уже можно читать. Fitzsambl.ru, он в Москве, если нужно тренер, обратитесь к ним, мастер спорта по самбо, высший класс по дзюдо, по ММА, он очень хороший тренер. Он науку понимает. Он же магистр, учился в Силуенов тоже. Да, да, да. Это очень здорово. Да. Так что, друзья, когда наука соединяется с практикой, это, наверное, самое прекрасное наше. И тоже в лаборатории Силуенов, тоже, Виталий Рябаков, мой друг, и можно там очень протестировать, по-консультировать, заедем в Москве, либо Паша с самому .ru, либо с лабораторией Витар Николаевич, и вы 100% гарантируете результат. Вот, смотрите, у нас чемпионом Минога все это сделали. 10 лет, наверное, все это прикладывало в практику, и хорошо это так получилось. Спасибо, Степан, большое, что пришло в прошлое время. Всем пока, друзья. Давай, ребята. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы, и сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо друзья, что смотрите меня . УДАР УДАР Субтитры создавал DimaTorzok